Добрый день! С вами Ирина. Сегодня, 17 октября, отмечается праздник Ерофеев день или День памяти священно-мученика и Ерофея. Что нельзя делать в этот день? По старинным приметам, в день 17 октября запрещалось ходить в лес, так как перед самой спячкой в лесу разгуливала нечистая сила. В народе их называли лешими. Они начинали гонять зверей, ломали деревья, могли очень сильно напугать и навредить человеку. Помимо леших активизировалась и другая нечисть, поэтому в этот день без особой надобности старались не выходить из дому. Если это было невозможно, то обязательно перед выходом читали молитву и брали с собой веточку или лист осины. Молодым девушкам не разрешалось вступать в диалог с незнакомыми людьми, так как под видом незнакомца мог прятаться колдун и сглазить девушку. Еще на Ерофеев день не играли свадьбы, ибо это сулило частыми ссорами. Народные приметы на 17 октября. Если увидели утром иней, это означало, что в ближайшее время будет солнечная и ясная погода. Береза вся в листьях, значит первый снег выпадет еще не скоро. А если же наоборот в этот день выпал снег, то настоящая зима придет ровно через 40 дней. Вечером красный закат, погода следующего дня будет ветреной. Также по старым традициям считалось, что если достать из сундука теплую зимнюю одежду, то можно таким образом отпугнуть морозы. Сны, приснившиеся в ночь на 17 октября, как правило, не являлись вещами, но могли нести какие-то предупреждения, либо информацию. Рожденные в этот день наделены огромной стрессоустойчивостью, могут сохранять равновесие даже в сложных обстоятельствах. Также обладают спокойствием и здравым умом. Именинники в этот день. Ерофей, Дмитрий, Николай, Михаил, Яков, Тихон, Василий, Вероника, Павел и Владимир. Спасибо за внимание. До новых встреч!